Headhunter в тройке самых посещаемых сайтов в мире. Вы знаете, вот о нас ходят такие-то слухи, а мы поменялись, мы стали совсем другими. Я считаю, что у меня должна быть зарплата как минимум 40-50 тысяч. В идеальной вселенной, разумеется, мы все должны говорить правду, не лукавить, в том числе в резюме. Деньги не важны, а важны отношения или важен какой-то проект, интерес к делу. Много чем, но можно сказать, начать с посещаемости, с масштабов базы и объема вакансий. По этим параметрам мы один из крупнейших лидирующих сервисов в стране. Более того, по посещаемости Headhunter в тройке самых посещаемых сайтов, связанных с рекрутингом в мире. Второе. На сайте аккумулировано за все годы существования портала больше 42 миллионов резюме, причем все они отмодерированы. Это такая практика, которая с самого начала была на сайте. Каждое резюме проходит модерацию. Ранее только ручную, сейчас и автоматизированное, и ручная. И все компании, также с самого начала основания сайта, проходят ручную модерацию. И мы практически точно знаем, кто зарегистрирован, что это реально существующая компания-бизнес. На сайте, например, по данным октября, ежедневно было в среднем больше 600 тысяч вакансий. То есть это огромный объем, высоко нагруженная система. И вообще, в сущности, это не сайт работный, как многие коллеги на рынке, а скорее HeadHunter – это платформа онлайн-рекрутинга, которая насыщена большим количеством сервисов и для работодателей, и для соискателей. Часто, обычно, в ТОПе находятся с наибольшей долей вакансий сфера продаж. Специалисты по продажам нужны всем и крупным, и средним, и малому бизнесу. Это могут быть и менеджеры продажам, менеджеры по развитию бизнеса, коммерческие директора, директора по продажам. Это могут быть и продавцы-консультанты, и операторы, кассы. То есть весь массив людей, которые занимаются коммерцией. Второе место в профессиональной области IT по спросу, по количеству вакансий, оно объясняется тем, что они нужны всем, всем видам бизнеса. Ну а дальше начинается, возможно, региональный специфик. Вот в Петербурге на третьем-четвертом месте по доле вакансий, которых больше, это производство, это строительство. Дальше идут уже административные и молодые специалисты, и туристический бизнес, транспорт-логистика, но уже с меньшими долями. Проверяется достоверность существования работодателя. Когда он регистрируется, то, какой текст вакансии, как она называется, какое содержание требований и предложений условий, контролируем только частично. Название вакансии должно быть более-менее понятно всем сторонам. То есть, если в названии написано «Я боец невидимого фронта, лучший в мире супермен по продажам», то, наверное, это будет не очень понятно ни работодателю, ни машине. И такие названия модерируются и переделываются на более типовые. Там, менеджером по продажам, менеджером по развитию бизнеса, к примеру. Второе, что модерируется, если мы видим, что в тексте вакансии указаны дискриминационные признаки. А с 2013 года, как многие знают, запрещено в объявлениях указывать признаки дискриминации по возрасту, например, или по полу. То есть, я ищу кандидата на вакансию такую-то, женщина до 30 лет. Это считается дискриминацией на рынке труда, и это тоже зачищается. Лучше пользоваться широко известными классическими такими платформами для поиска вакансии. Если вызывает какое-то опасение неизвестная компания, неизвестное название, вызывает опасение, та ли это зарплата, которая, правда, по этой позиции предлагается, провалитесь поглубже, посмотрите. Легко можно перейти на страницу работодателя, посмотреть, что он пишет о себе, какие у него там картинки, объяснения. Там же перейти на сайт компании, посмотреть, что на сайте компании публиковано. Если есть какие-то расхождения, например, тут описание, что требуется помощник руководителя, а компания занимается, не знаю, чем-то совершенно альтернативным. Но вам интересна компания и позиция, вы можете перейти на следующий уровень поисков, в любом поисковике забить название этой компании, написать слово «отзывы», посмотреть, что пишут о ней внутри. Ну и четвертый уровень уже поисков, изыска. Когда вы откликаетесь, приходите на собеседование, глазами уже смотрите на то, что происходит. Я работаю в отделе по работе с клиентами. В отделе у нас 9 человек. Мы работаем с самыми крупными компаниями в Санкт-Петербурге и Северо-Западе. 9 человек справляются примерно с 2000 компаниями. Вопросы, которые мы обсуждаем, могут быть совершенно разные. Начиная от каких-то самых простых технических вопросов, когда люди говорят и спрашивают, помогите мне зайти на сайт, помогите разместить вакансию, до каких-то более крупных, глобальных, масштабных, когда нужна какая-то помощь в подборе персонала. Или бывают какие-то вопросы, когда говорят, вы знаете, вот о нас входят какие-то слухи, а мы поменялись, мы стали совсем другими. Расскажите, что мы изменились, что мы представляем себе совершенно другой вариант компании. Каждый может решать свою задачу, а все в комплексе, оно как раз закрывает все задачи клиента. Вот чем занимаются 9 человек. Вообще аналитика рынка труда делится на две части. У нас есть резюме, на соискателе есть вакансии. И вот резюме чаще всего публикуют молодые специалисты. То есть их больше всего на рынке труда. Это профсфера на HeadHunter называется «Начало карьеры студенты». Как по всей России, так и в Питере, так и в Москве. Наибольшее количество резюме – это молодые соискатели 18-25 лет по разным сферам. Но интересно, что в Питере, например, таких соискателей, доля их резюме больше, чем в целом по России, больше, чем в Москве. То есть Питер, например, это город студентов, и у нас довольно много таких молодых соискателей на HeadHunter. Но при этом таким соискателям довольно сложно найти работу. У нас есть такой показатель, как и Чеч-индекс. Это когда мы берем совокупность всех вакансий, совокупность всех резюме, и смотрим, сколько резюме приходится на одну вакансию. Так вот, для молодых соискателей этот индекс составляет 16, что выше нормы в три раза. Потому что вакансий, которые работодатели публикуют для молодых специалистов, их там 6-8% в зависимости от региона. Несмотря на то, что соискателей таких много, им довольно сложно найти работу. Поэтому мы всегда молодым соискателям рекомендуем начинать пробовать работу, начинать свой карьерный путь как можно раньше в университете со студенческих проектов, с каких-то кейсов, практик, стажировок. Не обязательно должна быть профильная работа. Как раз есть возможность в это время попробовать разные сферы, разные направления, чтобы определиться с тем, что интересно. Первое, это, конечно, юношеский максимализм. Когда мы учимся в юном возрасте, нам кажется, что нам все по плечу. И действительно, когда у меня есть диплом о высшем образовании, тем более, если я молодец, я участвовала в всех кейсах, я проходила все стажировки, то, конечно, я считаю, что у меня должна быть зарплата, как минимум в соответствии со средним уровнем для твоей специальности. Конечно, мы тоже сталкиваемся с тем, что ребята в своих резюме стажеров, ассистентов отдела публикуют зарплату 40-50 тысяч, и откликаются на вакансию, в которой указано 12. Поэтому мы в основном в своих мастер-классах советуем молодым специалистам смотреть на зарплату в вакансиях, смотреть на вообще рынок труда, средние зарплаты, да, у нас есть сервисы по статистике, что публикуют соискатели в других резюме, для того, чтобы трезво себя оценивать и искать работу. Если говорить про среднюю зарплату в России, то, по нашим данным, для специалиста она составляет 44 тысячи рублей, и в среднем в ожиданиях, да, по рынку, вот медианное значение тоже 44 тысячи рублей. Второе, это все-таки то, как сегодня воспринимают молодые люди заработок, в принципе, потому что ты можешь учиться по одной специальности, работать совершенно по другой, зарабатывать деньги в интернете, еще учась в школе, или получая дополнительно специальности, обучаясь на последних классах, например, да, у нас есть курсы по робототехнике, по машинному обучению, когда подростки 14-16 лет, они уже фактически получают профессию, иногда у них там вопрос стоит, пойду ли я в университет, если я уже умею столько, что я готов там работать на фрилансе и зарабатывать деньги. Для них тоже важны деньги, да, хотя вот в некоторых обзорах говорится, что молодым людям сейчас деньги не важны, а важны там отношения или важен какой-то проект, интерес к делу, нет, уже вот эта тоже история опровергается, просто ребята более живо смотрят на структуру компании, на внутренние процессы, и вот какая-то бюрократизация, которая существует в компаниях, она может отталкивать, может, ребят могут искать работу в более демократичных корпоративных культурах, либо в сортапах, на фрилансах. Медленно, но верно происходит вот увеличение и возрастных границ, и уменьшение и половой дискриминации, и больший акцент на профессиональные качества, потому что все-таки не так важно, кто это молодой специалист, взрастной, но насколько он профессионально сможет эффективно выполнять вот эти обязанности, потому что это же самое главное для бизнеса или работодателя. Да, и сами кандидаты, да и сами работодатели по всем нашим опросам говорят, что по-честному эта дискриминация есть, то есть есть некая предубежденность, и не в первую очередь рассматриваются кандидаты взрастные. Что можно в этом направлении делать? Активно вести себя на рынке, учиться, много сейчас бесплатных и вебинаров, и курсов, где можно качать свои навыки, поэтому и молодежь среднего возраста в такой же конкурентной ситуации находится, как и взрастные специалисты, и вот совсем молодые. Третье. Быть проактивным на рынке труда, то есть активно откликаться, проявляться в пространстве, в социальных сетях, в экспертных сообществах, для того, чтобы сигнализировать о том, что мы живы, профессиональные, и мы в тренде профессиональном, я имею в виду. Есть уже данные о том, что, например, в страховом бизнесе, в продаже сложных товаров и услуг более успешные и результативные оказываются зачастую возрастные специалисты либо в силу опыта и накопленных знаний, а либо в силу того, что и покупатели приходят тоже в категории 50-50+. И может быть, из-за того, что рынок меняется, кастомеры меняются, потребители услуг бизнеса, и может быть, возрастной аудитории покупателей 50+, будет более комфортно общаться с 45+, сотрудником или 55+, нежели с молодым человеком, который пусть и быстр, но он в другом темпоритме, с другими аргументами и, может быть, не вызывает ощущение доверия. Если мы говорим о поиске работы, с чего, в принципе, нужно начинать, нужно определиться с целью, а какую работу я хочу. Что важно, не все соискатели могут ответить даже на этот, ну, казалось бы, с первого взгляда простой вопрос. Если нет понимания, куда мы хотим двигаться, всегда стоит обращать внимание на три важные вещи. Первое – это образование. Ну, все-таки сейчас оно в меньшую степень отходит важность, но тем не менее. Второй момент – это склонности и способности, к чему, собственно, душа лежит. И третья ситуация – на рынке труда. А что вообще происходит? А каких людей не хватает? Даже вот такой простой анализ позволит понять, куда двигаться. Это, во-первых. Во-вторых, хорошее резюме создается, ну, как я всегда говорю, там, за неделю, за две, потому что сначала ты делаешь некий шаблон, его можно в том числе использовать с сервиса HeadHunter. Во-вторых, на второй день ты его перечитываешь, пересматриваешь, дорабатываешь. Рекомендации по тому, как создавать резюме – просто миллион. Ну, хотя бы стоит начать с фотографии. И мы видим немало примеров, когда различных специалистов, они выкладывают фотографии на фоне, ну, условно, ковра, либо парные фото, либо фотография на паспорт. Разумеется, это все не подходит. Потому что для рекрутера это первое, с чем он сталкивается, это с вашим фото. И оно должно излучать, а – позитив, должна быть улыбка, и, б – все-таки должно быть деловым. Во-вторых, если мы говорим уже о самом процессе поиска работы, то в среднем соискатель тратит на поиск работы 3 месяца. Поэтому ожидать чудо, что через неделю вас позовут на собеседование, разумеется, это хороший сценарий развития событий, и он, безусловно, возможен. Но среднее количество времени, которое вы потратите, нужно примерно понимать, что это 3 месяца. Во-вторых, очень важно проявлять активность. Про что я говорю? Как только вы размещаете резюме, нужно смотреть, какие вакансии вам подходят, какие вакансии вам нравятся. Нужно не бояться откликаться на них. То есть показывать работодателю свою заинтересованность, свою степень мотивации. В этом смысле нам поможет в том числе сопроводительное письмо. Поэтому, а – создаем резюме, работающее резюме, не за один день. Во-вторых, откликаемся на вакансии. И в-третьем – пишем сопроводительные письма. В идеальной вселенной, разумеется, мы все должны говорить правду, мы должны не лукавить, в том числе, в резюме. Но так бывает, что некоторые соискатели занимаются тем, что приукрашивают действительность. Это не всегда верная тактика, потому что, как показывают в том числе исследования HeadHunter, которые мы проводили недавно среди рекрутеров, большая часть HR-ов все-таки замечают ложь в резюме на определенных этапах. Чаще всего это именно этап собеседования. Поэтому, чтобы потом мне было мучительно больно и не было вот этих переживаний, почему меня не взяли, лучше заранее понимать, что честность – это залог того, что в дальнейшем вы не столкнетесь с тем, что вас где-то поймают на лжи. С другой стороны, ответ на вопрос вашей слабой стороны говорит о том, что вы постоянно опаздываете, вы невнимательны и плохо реагируете на критику. Но это, опять же, может сыграть не в пользу кандидата. Здесь нужно проявлять определенную степень чуткости и понимание, где вот эта та самая тонкая грань, через которую переходить не стоит. И важно понимать, где вы можете сыграть свою пользу. Например, не говорить о том, что вы трудоголик 80-го уровня, вы перерабатываете. Но, тем не менее, лучше упомянуть о том, что, да, действительно, я вот перерабатываю, но я сейчас занимаюсь тем, что выстраиваю свой график, условно, занимаюсь тайм-менеджментом, прошел несколько курсов, это уже вполне успешно. Поэтому за энное количество времени я справляюсь с ценным количеством задач, и это позволяет мне решать задачи и эффективно, и в большом количестве. И поэтому с этим я работаю. Типовых, вот две группы причин, вот самых распространенных. Первая, когда название вакансии, название резюме непонятно ни будущему работодателю, ни машинным алгоритмам. Тогда либо будет переделано вот это название, либо будет заблокировано, потому что, ну, откровенная какая-то нестыковка. А может быть завуалированная попытка продвижения услуг компании. Это тоже такой вот вариант мошенничества, который стоит модерировать. Вторая группа связана с тем, что в резюме недостаточно информации, чтобы работодатель, либо машинный алгоритм могли определить, кому это резюме подойдет. То есть, когда есть пустые поля в описании опыта работы, и резюме пустое, то оно не будет полезно, повторюсь, ни работодателю, ни попытки соединить кандидата и работодателя. Думая о дальнейшей карьере, важно не стоять на одной ножке. Там вот моя профессия, я в ней буду совершенствоваться, а формировать несколько таких видов, скиллов. Первый вид скиллов – это профессиональные, хардовые. То есть, если я, например, люблю, интересуюсь биологией, я буду в биологии глубоко, профессионально разбираться, потому что поверхностные знания не принесут профессионального успеха, это совершенно точно. Это вот хардскиллы. Второе – то, что связано с условно, называют цифровые диджитал-скиллы, когда я не просто биолог, но и понимаю, какие новые технологии появляются, для того, чтобы я глубже и лучше, и быстрее анализировал вот эту свою профессиональную область, то есть понимание современных технологий, цифровые скиллы. Третья группа – то, что связано с софт-скиллами, почему это необходимо. Я говорила о том, что профессии на стыке будут развиваться. Профессии на стыке, они не в одной зачастую главе. Это команды, они часто кроссфункциональные команды. И здесь может быть и айтишник, и специалист, условно, там, биолог, или строитель, или там генетик, и HR, и финансы, и маркетинг, потому что на стыке вот этого всего будет вырисовываться некий продукт, который компания будет развивать и двигать. Поэтому софт-скиллы, которые позволяют коммуницировать в команде, доносить мысли, оставить свою позицию, уметь лидировать, уметь и подчиняться в зависимости от проектных ситуаций, уметь переходить между командами, уметь выдерживать эти высокие нагрузки и стрессовые, и психофизиологические, которые мы все претерпеваем в эпоху текущей трансформации. Эти софт-скиллы, они становятся необходимы всем профессиям. Поэтому я бы рекомендовала вот в этом направлении двигаться с точки зрения вот скиллов и профессий. Труд тоже меняется, он становится не обязательно офисная работа с 9 до 6, да, а появляется очень большое количество вариаций. Есть гибкая работа, удаленная, есть привлечение фрилансеров либо временных сотрудников на разных формах договоров, которые на разных этапах включаются в какие-то проекты, деятельность компанию, и получается, что это не некий вот слиток людей, которые приходят в офис и в нем сидят, а некая вот такая экосистема сотрудников, персонала и знаний, которые очень гибко взаимодействуют, включаются друг с другом на разных проектов и коммуницируют. И это меняет и форму занятости на рынке труда, и организационные структуры. То есть будет больше появляться и удаленных графиков, и гибких, и фрилансового подключения, и вообще количество проектников, фрилансеров будет расти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова